МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть у нас традиция. Пузнящик! Привозить подарки не только себе, но и вам, дорогие телезрители. Из всех заказов в соцсетях мы выбираем самые оригинальные и находим их. Хочешь одеваться, как я? Друзья, рубрика «Подарки». Запросов и просьб много, и много достаточно странных. Вот, например, пишет Анна Теплих. Привет, ребята. На самом деле хочется из Боливии много всего. Как у любой девушки, у меня есть список. Привезите подарок на ваш вывод. Итак, список. Привезите из Боливии андианский крест, а заодно расскажите о его истории. Очень интересная вещица. Церемониальную маску. Буду дома с бубном скакать. Бубен, кстати, уже есть. Привезите из Национального музея этнографии и фольклора в Ля-Пасе диковинную картину или статуэтку. Музей расположен на центральной улице Пасео Эль-Прадо. Зеркальце с камнем боливианит и кастаньеты. Аня, вот первое, что хочется купить в Ля-Пасе, это кастаньеты. Альбина Альбиновна пишет. Здравствуйте. Я долго думал, что придумать оригинальное и свершилось. Хочу кеды желто-лунного цвета или цвета кита во время размножения 37-го размера. Спасибо. Так, двигаемся дальше. Привет, Маша и Антон. И вся команда шоппинга. Привет. Буду рада, если вы привезете мне печинчук. Погремушка с резьбой из тыквы. Внутри нее высушенные семена. При стрясении тыквы издает приятные приглушенные звуки, похожие на шум дождя. Серж, ну, Ля-Пас не хочу вас обидеть. Это не то место, откуда нужно привозить погремушку, издающую шум дождя. Здесь столько всего интересного есть. Александр Сурнин пишет. Привет, Маша и Антон. Хотелось бы получить из Боливии чарангу, гитару. Эта гитара выглядит почти как гавайская. Любители говорят, что чаранга издает завораживающие звуки. Да и я думаю, что вы сделаете про нее интересный сюжет. В общем, было бы неплохо ее получить. Она вроде стоит около 100 долларов. Заранее спасибо. Кстати, про эту гитару я первый написал. Да, да, Андрей, вы написали про нее первый. Это очень интересный подарок, и я с удовольствием отправляюсь за ним. Чаранга – это такая маленькая гитарка, заднюю часть которой изготавливают из панциря броненосца. За подарком для Андрея я отправляюсь к лучшему мастеру чаранг в Ла-Пасе. Вот, мастер уже стоит, ждет, выглядывает меня. Здравствуйте, господи. Здравствуйте, господи. Здравствуйте, господи. Пошли. Сейчас, погоди. Погоди, друг. Пока дойдешь, запыхаешься. Вроде идти всего ничего, ну сколько тут, ну пять ступенек. А воздуха не хватает. Почему? Высота. Ух. Я был уверен, что чарангу делают из броненосца. А получается… Ух ты. Сон гитарас де папель. Сон гитарас де папель. Сон гитарас де папель. Это как это так? Оказывается, что этот мастер создает эко-чаранги и гитары. Вместо задней части корпуса лепит туда несколько слоев боливийских газет. Что-то типа папье-маше. Не звучат, что ли? Я привык к тому, что основной элемент хорошего звучания гитары – это дерево. И если обклеивать гитару картоном, бумагой, наклейками или еще чем-то, звук теряется, он становится глухой. Ну то есть вот он. Или я не прав, или у вас какой-то специальный есть момент, благодаря которому именно эти гитары по-особенному звучат. Мой импортант это прегунта. Интересная идея. Также мастер сделал флейту из плакатов. И трубу из металлолома. И если в его инструментах и присутствует дерево, то это вторичное использование. А вот если бы, например, если бы я хотел купить, собственно, я и хочу купить в подарок эту прекрасную чарангу, какая лучше? Это лучшее, это лучшее. Возьму то, что позвонче. Андрей, это ваш подарок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА